Теперь я хочу сказать о львином зеве. Ампельный львин и зев я сеяла в ноябре-декабре. Я его из года в год, в 18-м году в ноябре я его посеяла. И с тех пор я сохраняю, у меня есть белый, желтый, розовый. Сохраняю как вегетативную культуру. А львиный зев бутерфляй у нас продается по 30 рублей. И занимать площадь тоже львиным зевом мне в теплице не хочется. Львиный зев, вот ампельный, прекрасно сохраняется как многолетнее растение. Не только путем перечеринкования, но и я провела такой эксперимент. Из кашпо вытащила растение и отряхнула у него корневую систему. Попыталась сохранить. Значит, засыпала вот эти от трех корней, очищенные от грунта. Засыпала верховым торфом. И через какое-то время, в феврале, нет, не феврале, в январе, я высадила снова в кашпо. Что из этого получилось, я вам покажу. Ну вот, распаковала все сохраняемые растения. Выжили только львиный зев. Вот у меня три штучки были заложены ради эксперимента. Здоровые белые корни. Листва пошла. Посажу в кашпо вот так вот. Две штуки от одного сорта. Бордовые, с узкими листиками. И вот это у меня белый сорт. Хорошая, здоровая корневая система. Значит, заключаю, что хранить львиный зев после сезона из кашпо вполне можно сохранять в подвале. Вот. Зербена была тоже при распаковке как бы вот с зелеными листиками. Но два дня постояли вот в теплице вот эти растения. Что-то они пожухли листики. Но корни вроде бы белые. Попробую посадить. Две штучки в кашпо. Но тут видно, что прихвачено морозце, вот кора сошла. Ну, просто я их хранила в ненадлежащих условиях. Если бы в подвал спустила, то было бы всё нормально. Вот. Заключаю, что вот эти два растения, львиный зев и вербену, сохранять можно. Ну, вот. Все три кашпо высажены. С растениями, которые сохранялись. Будем ждать результатов, что получится. Ну, вот на вербену я, конечно, не возглопаю надежд. Вот львиный зев бодренький, хороший. И этот львиный зев хороший. Будем ждать конца эксперимента. А вот так выглядят экспериментальные экземпляры растений львиного зева, которые я сохранила с прошлого года на 14 февраля 2020 года. Вот я здесь оставила табличку. Эксперимент по сохранению. Вот. Это вот одно растение в этом горшке. Вот с круглыми листочками. Это белые, я знаю. Уже научилась их отличать. Вот. Ой, длинное такое наросло. За два месяца. Вот они, прошлогодние черешочки. Вот они, видите? Вот. Коротко обрезанный был. И сейчас я его тоже буду резать. Это можно взять черенки, да мне не надо. Вот. Вот такое растение, пожалуйста. Я вот, когда высаживала, оставляла вот эти вот ячейки, сейчас вытащу, посажу какие-то три еще растения. Будет прекрасное кашпо. Вот. И вот это вот второй, второй кашпо, где у меня сидит два растения. Вот оно одно. И вот второе. Тоже табличка. Вот оно. Эксперимент. Так, отсвечивает. 20-е, 12-е. Я высаживала в 19-м году. Вот. А сегодня 14 февраля 2020 года. За два месяца вот так нарастают львиный зев, сохраненный с прошлого года. Рекомендую такой способ. И сама буду им пользоваться. Вот так вот выглядит разросшийся львиный зев. Вот у него вот такие длинные плети. Это вот у меня бордовый. Вот это вот белый. У него вообще плети полметра, наверное. Вот они какие длинные. Вот так я буду все обстригать. Вот. До такого кустика. Вот у меня их сколько. Кашпо этих. Разрослись все. И все надо стричь. Вот. Вот еще кашпо. Вот эти вот два экспериментальные. Вот они. По сохранению. Вот. Две штучки. Вот. А вот это уже пошли молодые. Как бы начеренкованные и подрощенные для кашпо. Вот. Их сейчас буду высаживать в кашпо. В композиции сочетать буду с какими-то другими. Например, вот с лобелией. Можно сочетать обязательно с брахикомой. Хорошо смотрится. В прошлом году я делала вот такие длинные плети. Смотрите, вы посмотрите, он полметра, наверное, в горшочке нарос. Ну, это обстригать сейчас в подъежиках. Вот такой он львиный зев. Ампельный. Ампельный. Смотрите. 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 Смотрите.